Алилуйя! Алилуйя! Это прямой эфир «Сила Воскресения». Это служение в силе Духа для вас. И тема сегодняшнего эфира «Что значит быть духовным?» Она касается каждого из нас. Мы поздравляем вас, что вы сегодня имеете возможность молиться Богу в Духе. Что вы сегодня имеете уверенность, что Бог слышит вас, что Бог любит вас и что Бог отвечает вам. С нами сегодня в эфире наш замечательный друг, наш партнер, наш соведущий Евгений Тайц. Человек, который посвятил свою жизнь служению Богу. Президент университета Зоя «Вечная жизнь». И с нами также Авиэль Станкевич, который, несмотря на то, что он внешний вид, вес свой потерял, но внутренний вес его возрастает, его духовность, его познание в силе, в крепости. Я рада приветствовать и рада тому, что Бог дает своему народу сверхъестественную мудрость, сверхъестественное водительство, потому что мы живем во время благодати, во время, когда сверхъестественный Бог дает дары своим детям. Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! И Евгений, хотите сказать о сегодняшнем эфире? Да, дорогие друзья, весь этот месяц мы говорили о духовности, и вот это такая, скажем, заключительная программа, да, ну, я надеюсь, что мы дальше будем продолжать говорить, но тем не менее, вы знаете, важно понимать то, что Христос пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Важно понимать также, что Он показал нам совершенно иной путь, иной уровень духовности, потому что, когда Он пришел, Его окружали люди, которые якобы были духовными, но Он показал тот путь, которым нужно следовать, которому нужно идти. Вся та Нагорная проповедь, которую Он сказал на протяжении нескольких глав, она заключает в себе принципы и основы для духовного человека, для правильного духовного, живущего перед Богом человека. Поэтому я надеюсь, что до вас достигнет Слова Христа для того, чтобы вы могли также следовать тому, что Христос заповедовал нам. Потому что сегодня множество течений, множество различных направлений, как бы говорящих о том, каким образом нам можно быть духовными. Ведь есть течения, есть разные религии, которые якобы подразумевают то, что человек может стать духовным, и человек может делать какие-то добрые дела. Но только со Христом мы с вами можем достигнуть того совершенства. Почему? Потому что мы не просто, как бы, хотим достичь это своей праведности. Мы, веруя в то, что Христос сделал на кресте, хотим обновляться, хотим усовершенствоваться, хотим освящаться. Как Библия говорит, святой доосвящается еще. Поэтому я приглашаю вас в это изучение, в эти углубленные мысли о духовности. И я верю, что это благословит вас сегодня. Знаете, я хотела бы поделиться, действительно провести разницу. Евгений затронул очень важную тему. Тему общей такой духовности. И мы понимаем, что в современном мире люди ищут духовности в йоге, в разных эзотерических, мистических учениях. И даже не просто в учениях. Повседневной практикой является колдовство. Люди понимают, что есть сверхъестественный мир, есть духовный мир. Но христианство проводит различия между миром духов вообще и между Духом Божьим, Духом Святым. Почему нам нужно следовать за тем, кто ведет нас ввысь? Почему нам нужно следовать за тем, кто поднимает нас к небесам? Это порой сложнее, чем просто обратиться к каким-то магам, просто обратиться к каким-то колдунам. Что говорит нам Бог и чего Он желает для каждого человека. Если совсем просто, то в чем выгода вообще быть христианином? Вот я хочу этот вопрос задать Авиэлю, потому что он не просто блуждал совсем во тьме, потому что он не был частью каких-то оккультных практик. Был. Был. Хорошо. Сатанистом ты не был. Расскажи, пожалуйста, в чем ты увидел разницу между Духом Божьим и той части духовности, как понимает ее мир? Я скажу, что быть человеком духовным может каждый на самом деле. И йог может быть духовным человеком. Вопрос, в каком духе мы ходим. Я на самом деле знал, что есть разные духи. Занимаясь эзотерикой, я знал, что есть духи, которые помогают нам, эти колдовские всякие и так далее, не углубляясь в подробности. Но есть один дух, который является Духом Божьим. И, к сожалению, тогда я знал, что этого духа мне не достичь. То есть я не могу двигаться в Духе Божьем. И когда я всем этим занимался, практиковал, ходил, даже получил красные ленточки, надевал здесь возле стильной плащи, я понимал, что я делаю что-то не так. Но другого варианта тогда не было. И у большинства людей, которые сегодня этим занимаются, они понимают, что нужно искать чего-то сверхъестественного. Мы не должны забывать, что все-таки и дьявол, он один из созданий Божьих. Когда-то он был создан Богом, когда-то он был самым умным, самым каким-то там... Блистательным. Блистательным, может быть, самым славным из всех херумивов. Но он был не славнее Бога. И он начал сплетничать. И за это он был низвергнут, за клевету, за сплетни и так далее. Но он получил все, что получили и ангелы служения, которые есть сегодня у Бога. И это очень важно понимать. То есть дьявол может, будем так говорить, выделять каких-то своих духов для того, чтобы люди занимались каким-то колдовством, делали что сверхъестественное, вплоть до воскрешения мертвых. Но вопрос, опять же, в каком духе мы движемся. Потому что, когда мы занимались еще этими эзотерическими практиками, я об этом свидетельствовал на Энкаунтере, мы знали, что верующего человека, по-настоящему верующего человека, мы трогать не можем. Просто не можем. Не подступимся к нему. Никогда ничего плохого людям не делал. Мы просто экспериментировали с гипнозами, с астралами и так далее. С верующим человеком ничего сделать было нельзя. И мы знали, что там есть что-то, что не пробивается. И мы не знали, как к нему прийти. Слава Богу, когда я покаялся и пережил рождение свыше, я перестал. У меня исчезли все эти, будем так говорить, дары того духовного мира. И появился дар от Духа Святого, где я смог на самом деле реализовать себя. И сегодня, когда мы проводим служение Энкаунтер, один из даров, которым Господь наградил, это дар разрешения духов. И это одна из мыгод, которые мы получаем. Это один из даров. И с помощью этого дара мы действительно можем отличать, что от Бога, а что нет. Об этом, может быть, сегодня еще поговорим, когда будем подробнее касаться именно того, кто такой духовный, кто такой недуховный человек. Но я могу вам сказать одну вещь, что если человек действительно живет в один Духом Божьем, он способен отличить грех еще до того, как он вообще даже подумал его совершить. И в этом я считаю самая главная выгода христианина. Нас Дух Божий ведет таким образом, что мы не всегда, но по большей части до грехопадения, так называемого, мы уже знаем, что этого делать нельзя. И мы освящаемся еще, как говорил Евгений сейчас, тем, что мы не совершаем грехи. Это первое. А второе, я считаю, что человек духовный, он имеет такое помазание от Бога помогать другим. И Иисус, когда посылал своих учеников, Он сказал, идите, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Ни один духовный человек потустороннего мира даром ничего делать не будет. Мы даем это даром, потому что благодать Господня обновляется каждый день, она не заканчивается. Так, кстати, заканчивается. И когда человек приходит к Богу, он понимает, что Бог способен дать нам того Духа, который поменяет нас изнутри. Все те Духи меняют людей снаружи. Но Бог, который один единственный, создатель неба и земли, Он меняет нас изнутри. Так написано у Иезекири, написано, я вложу закон свой в внутренность твою, и ты станешь иным человеком, написано. То же самое было пророчество у нас с Самуилом, королю Саулу. Он говорит, что ты будешь пророчествовать и станешь иным человеком. Господь меняет нас изнутри. И в этом очень главная, самая главная выгода христианину. Аллилуйя! На самом деле, мне даже жаль, что ты так быстро, очень протараторил буквально, вот эту разницу, которую Бог положил между детьми, своими и детьми этого мира. И то, о чем мы говорим и утверждаем через телеканал ТБН. Когда-то апостол Павел сказал, провозглашай истину, настаивая на ней вовремя и не вовремя. И я верю, что это одна из миссий телеканала утверждать истину, провозглашать ее с кровель зданий. Мы сейчас на кровле, мы провозглашаем на 186 стран истину, что Бог благословляет свой народ. Как вы слышали свидетельство Авиэля, который, я думала, что ты, находясь в иудаизме, был вот именно не вовлечен вот так сильно. Иудаизм не противится этому особенно сильно. Да, да. То есть это часть иудаизма. Это не часть иудаизма, но есть вещи, которые иудаизм воспринимает совершенно нормально. Допускает. Как, например, да, там всякие обряды, всякие там гадания, всякие гороскопы и так далее. Иудаизм это допускает, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Но те, кто действительно верят в Бога, те, кто действительно, они пристально следят за тем, что написано в Писании, и живут по слову, не по, будем так говорить, не по рассказам, а по слову. Они знают, что колдовство – это плохо, что гороскопы – это плохо. Но, можно так говорить, чтобы не выделяться, многие делают это, к сожалению, и сегодня. И Бог говорит, что Он защищает детей своих, детей, которые служат Ему, которые знают Всевышнего Бога, которые соблюдают Божьи заповеди. И еще раз, по свидетельству Авеля, и мы знаем, на самом деле, много таких историй из жизни, когда пытались колдовать против тех, кто по-настоящему следует за Иисусом Христом, кто пережил настоящую встречу с Богом. И ничего не получается. Но иногда бывает, даже если это действительно зло, не просто воздействовать как-то на человека, как было в практике в прошлой жизни Авеля, но когда люди пытаются сделать зло, они понимают, что это зло может вернуться к ним. Настолько сильная защита на детях Божьих. Поэтому есть разница Духа, Духа от Святого Бога и Духа этого мира, который желает вторгнуться в жизнь человека, который желает подчинить ее воле этого мира, и Бога, который созидает человека изнутри, высвобождая и ограняя его таланты, дары, раскрывая это шире. И здесь мы касаемся. Я добавлю еще несколько слов, напомнив местописание, которое просто буквально в большинстве Евангелий упомянуто. Христос сказал, что Он есть дверь. И кто ходит в дверью, тот правильным путем идет. А если кто-то лезет в Индии, как написано в синодальном переводе, то есть где-то через ограду, да, с какого-то места, скажем так, не там, где нужно, да, где нет этой двери, тот нарушает, тот вор. То есть, другими словами, важно понимать, что духовность и все, что вокруг духовности, с духовностью связано, важно понимать, что мы можем в духовный мир входить через Христа, через его пролитую кровь. А каждый раз мы входим в духовный мир, когда мы молимся, когда мы просим от Бога, чтобы Он помог или за каких-то других людей. Мы входим в духовный мир, но нас омывает кровь Христа. Мы по праву не как воры вторгаемся в духовный мир, но так, как должны, потому что церковь есть стол по утверждению истины. Но если мы пытаемся достичь духовности, войти какими-то другими путями, не через Иисуса Христа, мы открываемся для того, чтобы иные силы, не Божьи силы могли воздействовать на нас. Поэтому, как я вижу и как чувствую, то, что на самом деле существует и есть множество людей, желающие войти в духовный мир каким-то другим путем, вы открываете себя для иных сил, для дьявола. Да, даже среди там практик духовных называют белую и черную магию, для того, чтобы, скажем так, обозначить, что есть усугубленная магия и такая более light версия, для того, чтобы легче было понимать и воспринимать это. Но я скажу вам, что вам необходимо прийти ко Христу, вам необходимо входить дверью, потому что Он есть дверь, тогда вы будете под защитой, ваши близкие, друзья, знакомые будут под защитой Божьей, и вы сможете достичь истинной духовности, когда вы будете идти через Христа. Аллилуйя! Знаете, к нам я побуждаю вас писать, звонить сейчас к нам на эфир, потому что здесь люди Божьи, которые знают своего Небесного Отца, которые согласились с тем, чтобы помазание Святого Духа сейчас наполнило ваши дома, ваши сердца. И я хочу, чтобы мы молились в том числе об этой теме. Я верю, что Дух Святой просто повел нас, потому что так много людей бывают ослеплены той легкостью, которой предлагается решение многих проблем. И очень часто мы не знаем, что открывая дверь для магов, колдунов, для экстрасенсов, мы открываем дверь не просто, чтобы решились наши проблемы, но мы открываем действительно двери для духов тьмы, которые влияют на нашу жизнь, которые влияют, к сожалению, не только на нашу жизнь, но через нас, через эти неправильные решения, они обретают свободу действовать во всей семье и работать с вашим супругом, с вашими детьми, принося им болезни, принося им разочарования, обольщения. Самыми разными способами дьявол желает разрушить жизнь людей, которые обольщены им, открывают дверь для того, чтобы силы магии, оккультные темные духи вошли в семьи. Продолжение следует...